Этот день одинаково дорог как детворе, так и взрослым, потому что у каждого из нас есть свой любимый учитель. Наша съемочная группа сегодня отправилась в одну из городских школ, чтобы встретиться с той, кто искренне верит в успехи своих учеников. Ну вот видите, здесь вот есть моя первая учительница Федотова Александра Павловна. Ее, к сожалению, уже нет в живых, но вот я ее до сих пор помню. Она меня учила читать, писать. Вот какая я была смешная. Я вам хочу показать табель, как я училась, посмотрите. Марина Лукьянчикова, преподаватель третьего класса пятой школы, на большой перемене рассказывает ученикам о своем детстве. Многочисленные пятерки стали ее счастливым числом не только в школе, но и в жизни. Кажется, сама судьба за любовь к детям и окружающим поставила ей отлично. В пятой школе учитель высшей категории работы с 2005 года. Именно сюда впервые в 2005 году ей привели 26 малышей. Очень шумный был класс. Настолько много здесь было лидеров. И было очень трудно успокоить. Но они очень были любознательные. Но они до сих пор такие. Вот они каждый день ко мне приходят. Моя ученица Юля, она очень долгое время была отличницей. Сейчас она в 11 классе, тоже очень хорошо учится. Такую же фотографию бережно хранит и сама Юля. Здесь мы с Мариной Александровной в первой классе. Я к ней только пришла. Было очень волнительный день. Волновали все. И я, и родители, и Марина Александровна. Она нас очень так тепло встретила. И на протяжении всех четырех лет относилась как вторая мама. В прошлом первоклашке, а ныне ученики 11 класса не забывают свою первую учительницу. Каждый день на переменах приходят ее навестить. И сегодня уже не она оценивает их знания. За четыре года, пройденные вместе, они сами ее высоко оценили. Это не описать словами. Просто, когда ты что-то не понимаешь, она подходит к тебе и объясняет. Желаю, чтобы у всех были такие учителя, как Марина Александровна. Потому что такой учитель – это большая редкость, которая поймет и может в трудные минуты помочь тебе. Очень благодарен первому учителю и знаю, что запомнили себя. Заботливая, постоянно помогала. Что-то не понимаешь, подойдет, объяснит. Строгая, когда надо. Что можешь пожелать своему учителю? Здоровья. Дальше также учить будущее поколение так же хорошо, как и нас. Как признаются старшеклассники, они по-доброму завидуют сегодняшним подопечным, бывшей учительнице. Кстати, сейчас их у Марины Александровны 20 человек. Я просто проникаюсь к каждому ребенку. Мне интересен каждый ученик. Поэтому дети начальных классов, они очень открытые. Они очень доверчивые, добрые, ласковые. Поэтому, как их можно не любить? Поэтому я до сих пор учитель начальных классов. Как признается педагог с 19-летним стажем, она ни разу не пожалела о выборе профессии. Каждый день к своим открытым и доверчивым она спешит на уроки. Она очень хорошая. И очень хорошо нас учит. Я даже в контрольной работе про нее стихотворение, рассказ написал. Она сразу полюбила нас. За что? Четерки. Первые. Красивая, добрая, умная. А как она к вам относится? Очень хорошо. Чувство юмора. А что ты пожелаешься людям? Счастья, здоровья, чтобы у учеников были еще хорошие отметки. Чтобы все было у нее хорошо. С днем учителя! Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.